здравствуйте это программа открытый диалог с вами николай пивненко сегодня у нас медицинская программа и она ну интересно тем что мы будем говорить о поликлиническом отделении которое еще только открывается то есть обычно к нам приходят врачи заведующие или представители тех или иных специальностей рассказывать о том как работает поликлиники или какие-нибудь стационарное отделение про их историю про то что то 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 а здесь речь пойдет обо всем новым и это все новое привнесет наш сегодняшний разговор заведующая детским поликлиническим отделением номер 4 любилецкой областной больницы татьяна викторовна попова здравствуйте татьяна викторовна добрый день но сразу хочу такой вопрос спросить это вообще круто когда тебя назначают руководителем вот целого заведующим детским поликлиническим отделением или это ермо как сказать это все зависит от того как вы относитесь к этому и что для вас является частью вашей жизни дополнением к вашей жизни или это все таки служебная забота но я так понимаю не просто что же так не хотите ли вы бы да то есть есть определенный ряд заслуг до который выдвигает того или иного человека на какие-то должности почему почему этот вопрос задаю потому что взрослая поликлиника как ни странно это еще пол беды а детская тоже двойная ответственность правда но я бы сказала тройная потому что кроме наших маленьких пациентов дополнение к ним и бабушки дедушки папы мамы которые каждый считает своего ребенка идеально или к этому приближается а кроме это у нас большие советчики в интернете до частные клиники и очень сложно иногда лавировать и найти ту точку зрения которую примут именно родители сейчас очень модные новые современные слова например комплаентность что такое комплаентность это когда ты родителям объясняешь говоришь что лучше или нужно для твоего ребенка и они с тобой соглашаются кроме того что они согласились они еще должны что то делать да и они еще посмотрят будут они делать то что вы им посоветуете ну да такая интересная история это знаете я тоже часто говорю в нашей программе вот когда скорая помощь приезжает не успевает человек рот открыть а пациентам уже все рассказывать что он должен что врач должен делать и такие есть наверное на прием приходят да вот которые как бы да вот вы не знаете а вот у меня тот и тот но есть же такие для истории согласна особенно по маленьким детишкам и особенно наши любимые бабушки они знают как кормить что одевать потом эта фраза идет вот в наше время обязательно я всех так вырастила да и все хорошо а то что время меняется вызовы другие о том что экология другая продукты все сегодня фактически искусственные так или иначе то есть они об этом не понимают ну вот так мы решили открыть нашу сегодняшнюю программу она открывается идет программа раньше чем поликлиника кстати когда планируется открытие 5 августа 5 августа то есть у вас сейчас идет сама что на есть подготовка самая бурная войти создание начнем это рядом с самолетом правильно понимаю это на территории жилищного комплекса самолет вертолетная 7 самолет вертолетная 7 от поликлинику было ракеты назвать она у нас между прочим очень интересно названа на эмблема кроме поликлинике написано служба здоровья я бы это назвала территории здоровья потому что амбулаторная служба она подразумевает большей степени профилактическую работа когда мы выявляем какую-то ту или иную патологию если достаточно серьезную мы направляем компетентные медицинские организации которые занимаются той или иной областью направления заболевания и у нас с вами получается что мы как службы территории здоровья должны прежде всего заниматься профилактикой заболевания сейчас как как это это идеал тот случай когда чтобы сократить количество тех клиентов которых потом нужно вытягивать уже из каких-то страшных ситуаций как ни странно прозвучит но на сегодняшний день вакцина профилактика это самое главное профилактическое наше направление не секрет что у нас недавно с вами было несколько вспышек кори да говорили об этом пытались вы даже какую-то волну такую запустить и даже вузах у нас проскакивали даже закрывали вузы кстати на карантин и вроде собирались там какие-то справки ну то есть потом немножко стихло это стихло потому что благодаря организационным мероприятиям вакцина профилактики наличие иммуноглобулина немножечко эту ситуацию мы смогли скорректировать но этого бы не было если бы иммунная прослойка благодаря вакцина профилактики было бы у нашего детского населения потому что корь она вспыхивает мгновенно она очень на первом этаже достаточно чихнуть заболевшему человеку и уже на верхнем этаже мы получаем больного человека если он ничем не защищен я понимаю что очень у больших большого процента родителей на сегодняшний день существует различные мнения по поводу вакцина профилактики я иногда бываю согласна с некоторыми доводами но тем не менее если мы возьмем опыт западных стран там очень легко эта проблема решается если вы своего ребенка не вакцинируете то у вас просто повышается стоимость вашей страховки и в данном случае родители не только заинтересованы здоровьем ребенка но еще плюс и финансово это очень интересный момент но мы пытаемся своим родителям объяснить для чего мы это делаем если делать правильно прививки вовремя у нас существует календарь национальных прививок да да который не просто так придуман проведены масса исследований до и очень четко доказано что именно в это время в этом возрасте нужно ставить те или иные прививки ну и там же у вас есть еще насколько я знаю коллеги рассказывали некая шкала когда ребенок совсем еще грудной то он вообще практически с вами проводит часть своей жизни я веду с врачами да да потом уменьшается уменьшается и потом уже переходит в полу взрослое состояние но вакцина понятно мы на пандемии конечно наслушались насмотрелись и кстати обратите внимание для взрослого скептического населения сейчас наступают еще радостные дни когда они начинают читать информацию о том что вот это вакцина счет там тра-та-та и так далее то есть шлейф антивакцин еще будет тянуться и поэтому это тоже нужно понимать и люди которые будут к вам приходить и говорить а мне не надо ну мальчик могут отказаться от к обязательно это их право и это ваша задача убедить что не надо наверное не столько убеждением сколько разъяснения вот да да убеждать никого не нужно нужно рассказать показать показать состав вакцины то у нас достаточное количество вакцин импортного у нас без клеточные вакцины есть те вакцины с наименьшей антигенной нагрузкой то есть с наименьшим количеством побочных эффектов никто не говорит что инородный белок не может что-то нарушить в организме существуют до свои противопоказания но они опять четко прописаны прививки наверно это тот инструмент в наших руках когда мы реально помогаем нашим деткам потому что наши дети поначалу они воспитываются в семье а потом они у нас идут в детские учреждения детские сады школы дальнейшем в институте в коллектив и никто не скажет что когда мой ребенок пошел в детский сад он перестал болеть ну да все наоборот это все детский садик виноват а если мы все ребенок заболевали а мы у нас все хорошо это они виноваты что заразили нашего мальчика от моей великой радости я вам честно скажу если мы вернемся когда я начинала свою медицинскую деятельность во первых у меня ты был только общий анализ крови общий анализ мочи рентген для исследований а сейчас посмотрите как мы в технологиях выросли и прививочки извините меня он туфли а сейчас мы можем предложить от многих заболеваний достаточное количество различных вакцин ну то есть фактически мы такой невидимый колпак да на ребенка пытаемся возгрузить вокруг него до создать чтобы жизнь на на первом этапе я наверное по-другому скажу как мы учим организм правильно отвечать на ту или иную инфекцию есть инфекция вирусная есть бактериальная потому что если мы полностью его забудем что я защищать тогда у организма не будет этой функции мы его тренируем тогда возникает маленький вопрос прежде чем мы уйдем на перерыв а все-таки ребенок иногда должен болеть как не парадоксально согласно фраза согласно дело в том что если он не будет болеть он не будет тренировать свою иммунную систему он дает запрос что мне делать когда я встретился с этим вирусом что он не делать когда я встретился с этой бактерией и все искусство врача мы говорим про искусство мы конечно говорим про профессионализм у нас сейчас замечательные протоколы замечательные рекомендации это очень хорошие рекомендации для докторов но еще состоит искусство врача в том что правильно понять оценить состояние диагностировать и назначить те препараты которые данному ребенку нужны вот здесь пожалуй и вступает в этот момент искусство интуиция врача но мы кстати поговорим о врачах и о том кто планируется в качестве работника вашей новой поликлиники детской во второй части нашей программы а первую давайте завершим наверное на самом здании вот из чего она построена это новое или что-то старенькое к моему великой удивлению мы имеем с вами новое четырехэтажное здание то самой поликлиники четырехэтажный да и плюс еще у нас там станция скорой помощи здание скорой медицинской помощи поэтому на данном этапе я хочу сказать что наши пациенты будут радоваться заходя в новое светлое здание взрослое отделение у нас покрашена синий цвет а детское отделение зеленый и все наши детские пациенты маленькие будут приглашены наши зеленый корпус наше зеленое отделение понятно и вы там я так понимаю сейчас вот со времен как начали как вас назначили вы проверяете как там чего у нас сейчас дойдет будем так говорить бумажная бумажная работа мы сейчас готовимся к лицензированию мы готовимся к роспотребнадзору нашей любимой организации для того чтобы получить разрешение на оказание медицинской помощи нашим маленьким пациентам понятно я представляю себе это очень сложная работа мне кажется она сложнее чем лечить детей чтобы все бумаги собрать все правильно оформить без ошибок чтобы все было принято но это всего лишь здание а вот о внутреннем содержании у врачах а методиках о подходах то чего хочется вам как заведующий чтобы там было ну и конечно же о том когда все откроется и все заработает планируется и как это будет происходить мы расскажем во второй части нашей встречи программе открытый диалог напомню что эта программа открытый диалог у нас сегодня в гостях заведующая пока еще открывающийся но не открывшиеся детской полик детского поликлинического отделения номер 4 люберецкой областной больницы татьяна викторовна попова татьяна викторовна ну не секрет что врачи это же у нас на вес золото москва рядом нам все время рассказывают что в москву бегут 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 с другой стороны вам же надо набирать коллектив тем более вы же должны набирать людей которые должны работать так чтобы к вам не стучались взрослые пациенты и не не рвали вам нервы то есть это должны быть высококлассные профессиональные люди уже есть кто-то у вас на примете на примете у нас есть у нас подает несколько резюме несколько докторов но я сегодня пришла в эту студию чтобы рассказать о том что у нас открывается новое детское отделение и мы набираем штат профессионалов врачей которые любят наших маленьких пациентов что мы можем нашим докторам предложить то нашим докторам мы можем предложить прежде всего наша добра дружелюбный коллектив наш дружелюбный коллектив наше новое здание новые кабинеты и вы не представляете как я наслаждалась тем оборудованием которые у нас сейчас в лор кабинете новенькая новенькая у нас есть комбайн у нас есть аудиметр у нас есть пару хиру для хирургических аппаратуры для хирургических операций у нас есть физио процедуры физио кабинет с физио оборудование это будет кабинет так не такой как раньше эти занавески страшненькие вот висят знаете в старых поликлиниках а будет современный так я почему хотела с лор кабинета начать потому что лор врач является одним из основных врачей любой поликлиники от него зависит как дальше выздоравливать будет маленький наш пациент поэтому я хотела бы сказать что учитывая удаленность нашей поликлиники скажем так от центральных клиник мы предполагаем что у нас будут работать врачи различных специальностей в том числе детский кардиолог детский эндокринолог детский хирург травматолог ортопед я надеюсь что мы сможем нашим врачам предложить столько что они захотят работать в нашей поликлинике прежде всего прежде всего это отношение это возможность учебы профессиональном плане повышения квалификации ни для кого не секрет что мы можем предложить социальную ипотеку и социальная ипотека вы знаете это половину суммы вносит государство и затем в последующие 10 лет он платит основной долг по ипотеке и медработник платит только процентами если он не получается так мы можем предложить служебное жилье либо компенсацию за найм 20000 кроме этого я хотела сказать несмотря на то что мы город люберцы мы находимся в шаговой доступности от метро 20 минут спокойным шагом я не открою большого секрета потому что транспортная доступность у нас очень важна для того чтобы врач мог спокойно добраться до места работы потому что на сегодняшний день я знаю мои коллеги которые проживают на самолете они по два часа некоторые кратят на то чтобы доехать до московской клиники для того чтобы там провести весь рабочий день а здесь и дождился на лифте на работе и ты уже на работе на сегодняшний день действительно есть очень профессиональные грамотные специалисты которые живут в самолете и живут в городе люберцы я бы хотела предложить им рассмотреть в том числе работу в нашей прекрасной поликлинике на сегодняшний день еще мы можем чем порадовать наших специалистов например для кого секрет что в москве отпуск уменьшили а у нас пока на сегодняшний день 42 рабочих дня ухты круто 42 рабочих дня это можно развернуться конечно а помощь вам в представлении место детском садике и школе мы в этом тоже помогаем мне кажется здесь много аспектов я не врач уже никогда им конечно не буду у всех свои резоны все равно давайте говорить так откровенно все все-таки ищут и профессионалы и чуть хуже профессионалы деньги да потому что хочется зарабатывать много но иногда люди действительно не понимают что они пол жизни проводят в поездке особенно характерно для нашего получая собственно может остановиться подумать второй такой важный аргумент который для меня был бы да это конечно новое то есть это вот как новый автомобиль к ты покупаешь автомобиль подержаны там сколько было хозяев на какая такая вот уже история а тут все новое твое вот тут твой стул будет стоять пи ты будешь первым врачом в этом я бы хотела сказать здесь начнется твоя история мы не зря начали говорить о том что сейчас мы открываем страницу истории этой поликлиники до новая аппаратура ультразвуковая узи сердце узи брюшной полости ph метр эндоскоп они уже есть они уже есть еще что-то едет я думаю что уже доехало все едут инженеры которые будут нам скоро устанавливать и монтировать эту аппаратуру на мой взгляд на мой взгляд мы сейчас как никогда имеем такие технологические возможности что помочь нашим пациентам некоторым мы можем именно здесь на месте никуда их не отправляя вот это да это конечно мечта любого заведующего мне кажется чтобы не было вот этих в другой край любили съехать потому что только там но я хотел бы еще вот такую тему поднять итак вы услышали уважаемые врачи прежде хочу сказать что вас приглашают задумайтесь в новую поликлинику в детскую поликлинику хотел поговорить о контингенте кого все-таки ожидаете наверно разрабатывается какая-то все таки вы сами говорите вы удалены от каких-то центральных медицинских учреждений не получится что у вас там очереди будут стоять поток то какой-то большой будет все таки самолетом крупные я думаю что в первое время действительно ожидается готовитесь погромы к этому готовимся мы это обсуждаем потому что на самом деле учитывая удаленность нашего района наши дети были прикреплены в различных местах когда приходишь на дом к ребенку и спрашиваешь где ты прикреплен я очень часто слышала самые разные места жюлебина не красавка недорубого и так далее сейчас в силу того что деточкам было удобно их родителям ездить на недорубого чем на назаровскую 3 и будет возможность чтобы поликлиника была в шаговой доступности и вот это самое главное для наших детей потому что иногда те манипуляции которые востребованы нашими детьми и родителями они вполне могут оказываться нашей поликлинике да есть случаи когда мы также направим в некий детство например или в мацонт но тем не менее основная часть детей вполне может получать очень квалифицированные профессиональные медицинские услуги как мы сейчас их называем именно в нашей поликлинике на территории этого здоровья на территории а сколько вот педиатра вы сейчас планируете набрать для начала у нас планируется 8 участков 8 да потому что у нас очень большая 2 поликлиники 6 до 3 педиатра 6 планируют у вас 8 у нас 8 планируется потому что у нас еще строится здание вот и мы их сможем открыть если сейчас родители начнут прикрепляться к нашей поликлинике если у нас прикрепление будет неполное но мы не сможем открыть такое количество участков на сегодняшний день не детское население которое живет на жк самолете она частично прикреплено в поликлинику дпо 2 на назаровской 3 частично на некрасовки и это касается большую часть детей которые у нас сейчас обслуживаются в детских садах и в школах поэтому на сегодняшний день проводится работа с населением как только будет открываться поликлиника работа со страховой компанией о прикреплении населения к нашей поликлинике я думаю что с одной стороны наверняка народ пойдет потому что новое рядом с домом с другой стороны те кто то уже может быть привык какому-то врачу наверно согласно но тем не менее ведь эта поликлиника строилась тоже исходя из каких-то позиций на уровне и администрации и медицинских скажем так чиновников до которые рассматривали что это будет тем более что депутаты здесь у нас были проблема вот именно с этим районом городского круга любви она давно уже возникла и конечно появление такой детской поликлинике это очень важная история но там и взрослые наши поликлиника да там все а вот когда открытие планируется в принципе планируется в августе подписан планируется в августе в начале или в конце планируется в начале но да как небеса если нам разрешат ну логично чтобы уже к школе да потому что дети вернутся сейчас с каких-то главах каких но литка никому кто-то что-то обязательно привезет вот все гуляют и потом что очень важно еще мне кажется что если это будет такое хорошем смысла местечковая история да и поликлиника рядом ребята рядом все все очень удобно я согласна с вами когда я работала на участке на самолете родители очень благожелательно были настроены они видели что доктор бежит одного подъезда к другому они всегда спрашивают тебя как ваше здоровье татьяна викторовна они всегда предложат чашку кофе рамка в кино я бы сказала что было домашней я не скажу что было все идеально были конечно проблемы но это как это как везде и кто-то мне настроение кто-то это но вот я хочу сказать что действительно вот местечковое уютное хотелось бы мне лично хотелось бы чтобы наши дети знали своих врачей они с ними здороваются они говорят вот пошел наш доктор туда это взаима такая приятная история давайте еще в финале если действительно кто-то захочет к вам прийти как он должен поступить мы качестве врача мы оставим контактный телефон вот и я на сайте вакансии разместили информацию на сайте там есть информация есть на люберицкой областной больнице сайт где есть отдел кадров можно позвонить туда и сказать хочу в новую значит детское поликлиническое отделение номер четыре люберицкой областной больнице взрослые тоже не откажется тоже не откажется от хороших врачей наталья александровна будет очень рада но сегодня у нас в гостях татьяна викторна попова была заведующая детским поликлиническим отделением номер четыре строящимся в августе вам хорошего запуска и через какое-то время приходите расскажите все ли так было получилось спасибо вам удачи это была программа открытый диалог с вами был николай пельменко всего доброго до свидания удачи и 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